В студии Диана Кузимбаева. Здравствуйте! Мы готовы рассказать о самых заметных событиях города и области. И начнем выпуск сообщений от правительства. Мост через реку Сакмару на проспекте Братьев Коростелевых в Оренбурге демонтируют. Губернатор Денис Паслер в своем телеграм-канале проинформировал, что скоро начнется разбор старых конструкций, а после приступят к ремонту. После окончания всех работ будут функционировать два автомобильных моста с двумя полосами движения в каждую сторону, добавил глава региона. Всего по нас проекту запланирован ремонт 17 мостовых сооружений. Четыре объекта уже сданы в эксплуатацию. Еще 10 специалисты отремонтируют до конца года. Работы на трех объектах завершатся в 2025-2026 годах. Транспортный вопрос в Оренбурге рассмотрят депутаты Горсовета. На повестке дня внеочередного заседания муниципального парламента помимо трех основных вопросов поступил еще один, касающийся пассажирских перевозок. Пассажирские перевозки в городе, по мнению горожан, оставляют желать лучшего. Касается это не только тех маршрутов, которые проходят по центральным улицам. На полное отсутствие автобусов и плохое обслуживание жалуются жители Бердянки, Расташинских прудов. Последние записали обращение главе государства с просьбой решить проблему. Администрация тут же объявила открытый конкурс на замещение маршрута номер 28. Остро стоит вопрос с кадрами. Обращение рассмотреть транспортный вопрос поступило в Горсовет. Однако в повестку внеочередного заседания этот пункт не вошел. Было принято единогласное решение рассмотреть ситуацию на профильном комитете. Повлияют ли депутаты Оренбургского парламента на качество пассажирских перевозок, покажут время и решение профильного комитета. Дамба возвращается на место. В Орске продолжается ремонт защитного сооружения, которое было повреждено во время паводка. Работы проведут на семи участках. Что уже сделано и в каких именно местах, узнала Елена Еремина. Сейчас мы находимся на участке дамбы на улице Оренбургская. Сюда мы приезжали 6 апреля, на следующий день после того, как произошел прорыв. Сейчас видим, что здесь, на этом участке, проводится ремонт работы в самом разгаре. Среди действовало на несколько единиц техники. На проране работают экскаватор, самосвал и погрузчик. Представитель подрядной организации поясняет, сейчас освобождают место от насыпи. Освобождаем тем грунтом, который мы засыпали в августе месяце, в период повторного паводка наводнения реки Урал. То есть эти работы мы выполняем экскаватор, самосвал и погрузчиком. То есть мы занимаемся выемкой этого места. Пока там все работы механизированы, значит, это первый этап работы, скажем так, освобождения этой территории прораны. В планах уплотнения основания добавляет подрядчик. Далее работы по телу дамбы. Послойно разместят и уплотнят глину. Возведут габариты сооружения. Со стороны русла возведут слои гидроизоляционные и защитные. На последней стадии откос засыпет бутом. Это позволит защититься от воздействия воды. С другой стороны, часть дамбы отсыпят щебнем. Верхнюю покроют грунтом. Такие работы проведут на всех семи проранах. Арчане в ожидании изменений. Все, вот линолеум надо выкидывать, все это в негодность. Ну, кончу. Большая вода в дом Александра Васильева зашла на метр. Все вещи и мебель пришли в негодность. Надеется, что разрушительный паводок не повторится. Как считаете, у вас сейчас ремонтируют дамбу, поможет ремонт? Ну, я думаю, да, наверное, все-таки это поможет. Что большая вода не настигнет, надеются и те, кого она обошла стороной. Ремонт дамбы, ну, конечно, необходимо. Потому что нужно отремонтировать, чтобы больше не повторилось в такой ситуации. Сейчас ремонтируют и другие участки дамбы. За чистыми сооружениями готовят основания. Между Нижней, Объездной и Временной готовятся к укладке первого слоя глины. По остальным работы планируются. Восстановят дамбу на всех участках до конца года. Елена Еремина, Никита Сергеев. Новости дня. Кузница профессиональных кадров для агропромышленного комплекса Оренбуржья. В Оренбургском государственном аграрном университете открылась школа фермера. Какие навыки получат начинающие сельхозтруженики, а также опытные земледельцы и животноводы, расскажет Александр Криволапов. Оренбуржья уже третий год подряд принимает участие в федеральной программе «Школа фермера». Если в 2022 году было всего 26 слушателей, то в этом за парты сядут уже 40 специалистов агробизнеса. Среди них как специалисты, только вступившие на профессиональный путь, так и фермеры со стажем. Наша задача построить в Оренбурге вертикальную ферму. Вертикальная ферма – это когда все растет в закрытых помещениях, ангарах, без использования большой площади, гектарной. Ну и меньше использования человеческого труда, так как идет полная автоматизация. Хотел бы заняться фермерством по разведению животноводства и основное направление хотел бы молочное направление. Как вести фермерское хозяйство? Первым делом учет и научиться у других. Хозяйство веду и стараюсь вести его современно, используя новейшие технологии. Поэтому вот и здесь нахожусь. Грамотные специалисты, как воздух, нужны в фермерских хозяйствах. За ними будущее, признают в региональном Минсельхозе. Селяне должны уметь принять все вызовы современности, говорят в правительстве области. Школа фермеров – это изучение финансовых инструментов, это и технологии, это в том числе и работа сегодня в современных условиях цифровизации, это цифровизация земель, это вход в эгиз зернов, эгиз семеноводства. Это основное направление, учитывая, что сейчас федеральный центр нам ставит на развитие животноводства, это не только полеводство, но и в том числе развитие молочного мясного животноводства. За два года по программе школы фермеров подготовлено 56 специалистов. Среди них Алсуя Купова, руководитель фермерского хозяйства, в котором 500 голов крупнорогатого скота, 250 коз и почти 1000 гектаров земли. Сегодня фермер вновь села за парту, ведь ранее полученные знания в школе фермеров позволили ей выиграть грант. Грант в размере 5 миллионов потратила на покупку борона, сейлок и увеличение поголовья на 68 голов коров, цементальный коров. Сейчас мы производим молочную продукцию. Всего гранты на общую сумму 21 миллион рублей получили пять выпускников программы. Учеба проходит бесплатно. В течение двух месяцев считать лекции, проводить мастер-классы будут ведущие преподаватели аграрного буза и те, кто уже достиг больших успехов в агропромышленной сфере. К этому проекту мы привлекаем наших индустриальных партнеров. Как правило, это все ведущие предприятия нашей области в агропромышленном комплексе. То есть это холдинги, это крупные фермеры, которые уже имеют хорошие результаты. Слушатели школы фермеров во время учебы обменяются опытом, получат новые навыки и отправятся реализовывать их на практике в своих хозяйствах. Александр Криволапов, Никита Сергеев, Новости дня. На этом все. Еще больше информации на нашем сайте orctv.ru. Если вы столкнулись с проблемой или стали участником интересного события, напишите или позвоните к нам в редакцию по номеру телефона 8-987-852-6011. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok